А какие бывают виды жиров на самом деле? То есть они все еще тоже разные. То есть я с самого начала сказал, что не все калории одинаковые. Они не одинаковые. То есть, например, калория жира из одного жира, она будет определенные свойства иметь на наш организм. Из другого там масла она будет по-другому тоже влиять. Цельный жир, который идет там, например, в орехах, это не тот же самый жир, что мы изъяли в виде масла и потом добавляем куда-то в еду. То есть это все абсолютно разное. Наше пищеварение развивалось так, чтобы усваивать продукты целиком. То есть когда мы с вами проживали, какой-то продукт хорошо его переработали, подготовили, дальше пищеварительная система там выделила соки, расщепила это, и мы все это усвоили. Там все это идет комплексом. Но когда мы изъяли масло и добавляем его дополнительно в пищу, это избыточно. Роспотребнадзор. Его рекомендации реально здравые. Это то, про что я говорю. Снижать количество потребляемых калорий из жиров. Не убирать это совсем. Не сходить с ума, чтобы их там было ноль. Ну а просто начать снижать. В первую очередь убирать всю готовку на масле. Абсолютно. Никакой вот этой аллейной, никаких вот этих жидких масел их нафиг. Дальше, вторым этапом, убираем все масла, которые есть в бутылках. Тыквенное, льняное, кедровое, подсолнечниковое, я не знаю, виноградных косточек. Вот все, что вы это видите, вот эти вот источники рафинированного жира на самом деле, они все идут сразу в туалет. У нас есть с вами по факту две категории жиров. Одни явные, одни скрытые. Вот то, что я сейчас назвал, это явные жиры. Это то, что вы можете увидеть. Сливочное масло сюда же, сало, чистый жир. Все масла, это все, что вы видите, как чистый жир. Вот эти все явные жиры вы можете спокойно убрать, отказаться от них. И ваш организм только скажет вам спасибо. С другой стороны, у нас есть скрытые жиры. Это те жиры, которые мы, в принципе, не осознаем, что они есть в продуктах. Вот как в мясе. Это по факту скрытый жир. Вы вроде смотрите кусок мяса, а оказывается там 70% калорий из жира. То есть он скрыт от нашего восприятия. Мы не понимаем, что это жиры. Мы понимаем только готовить. Начинаем, и оттуда выливается это масло.